Кроме празднования Дня города Канаша, глава Чувашия Михаил Игнатьев побывал с рабочим визитом и в Канашском районе. Там открылся новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Молдокосы. Молдокосы – деревня, каких в Чувашии большинство. Населенный пункт развивается, становится комфортнее для жизни. Глава республики поблагодарил сельчан за неравнодушие и трудолюбие, деятельную любовь к родной земле. Открытие нового ФАПа стало хорошим подарком молодокосинцам на День деревни. В прошлом году мы завершили ввод 100 ФАПов, поставили задачу еще 50. Мы будем дальше даже строить. Общая стоимость 150 ФАПов – это примерно 450 миллионов рублей. Это уже 11-й ФАП, открытый в Канашском районе, начиная с 2013 года. Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Елена Петрова проработала в медицине 39 лет и с нетерпением ждала открытия нового здания. В старом ФАПе условия работы оставляли желать лучшего. Там и воды нету, и зимой всякое бывает. Тут все светло, красиво, все удобства, вода горячая, газоотопление. Конечно, желать хочется везде, во всех деревнях, чтобы были такие фельдшерские пункты. Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой Канашского района и руководителем администрации муниципалитета. В Канашском районе в первом полугодии текущего года зарегистрирована положительная динамика по ряду показателей. В том числе рост объемов, введенного в эксплуатацию жилья и среднемесячной заработной платы. В муниципалитете уменьшилась естественная убыль, при этом рождаемость увеличилась на 7%. Глава Чувашия обратил особое внимание руководства района на снижение объемов производства сельхозпродукции и необходимости ввода в оборот более 12 тысяч гектаров необрабатываемых земель. Серьезную работу необходимо провести руководству муниципалитета и для увеличения доли собственных доходов в бюджете района. Родион Архипов, Республика.